Как там говорят, надежда умирает последней. Вот именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие уважаемые мои подписчики, мы с вами разберем манипуляцию, которая называется ложная надежда. Суть этой манипуляции, на самом деле, вы знаете, заключается в том, чтобы показать нам, насколько мы доверчивые люди. И что именно по этой причине мы очень часто страдаем. Я сейчас приведу на примере одного из моих клиентов, как эта манипуляция работает. Эта ситуация произошла не вчера, не сегодня. Этой ситуации уже более 10 лет. Суть в чем? Один молодой человек печатал свою рекламную газету в типографии. И получилось так, что за какой-то определенный период времени он в эту типографию задолжал. Но как он в нее задолжал? Получилось это следующим образом. Он поначалу платил, 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 а потом раз платить перестал. Директор этой типографии звонит, значит, ему и говорит, ну что ты, уважаемый, надо же деньги оплачивать за печать. Он говорит, да-да-да, я обязательно все скоро оплачу. Вот сейчас вот такая вот ситуация, вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот-вот я оплачу. Печатает новый тираж, еще один, еще один. Потом директор типографии говорит, да я не буду больше печатать. Все, ты мне либо деньги отдай, либо все. Этот ему товарищ говорит, ну ты пойми, вот у меня вот здесь задержка, там задержка, то это. Ну у меня есть сейчас 30% заплатить вот за сегодняшний тираж. Все, пока больше денег нету. Но я же с тобой сколько лет работаю, обязательно отдам, обязательно отдам. Платит ему эти 30% за сегодняшний тираж, а за предыдущий не платит. И таким самым образом в конечном итоге получилось, что типография должна была, точнее он типографии должен был, уже больше миллиона рублей. На те времена это была очень хорошая сумма. В конечном итоге хозяин этой типографии все-таки решился и отказал этому человеку. Сказал, все, больше я тебе печатать ничего не буду. По одной простой причине, потому что ты меня постоянно обманываешь. В конечном итоге этот товарищ взял и перешел в другую типографию. Впоследствии был суд, и там была такая волокита, что суд ничего не смог доказать. И в конечном итоге этот директор типографии просто-напросто был уволен. Суть заключается в чем? Нам очень часто обещают, то обещают пятое, десятое. Допустим, в моем бизнесе это работает следующим образом. Андрей, давайте сделаем так, вот мы сейчас поработаем, потом я получу деньги, я обязательно вам заплачу. Я всегда говорю, не-не-не, сначала деньги, потом стулья. В общем, как мы с вами видим из этой истории, из названия этой манипуляции, ложная надежда, что бывают люди, которые сначала подсаживают нас, вот как ту типографию, на долги. И теперь страх из-за того, что этот человек уйдет, мы начинаем делать дальше. Еще такой вариант бывает, что нас устраивают на работу и говорят, мы обязательно тебе добавим зарплату, ну вот надо еще месяц подождать, ну вот надо еще месяц подождать. И мы такие думаем, ну столько времени уже подождал, ну как-то надо бы уже из этой ситуации выходить и бросить вроде бы жалко. А выходить из этой ситуации нужно следующим образом. Просто брать и решительно принимать решение. Либо расставаться с этими людьми, понимая о том, что вы уже ничего не вернете. Либо обращаться в суд, либо чтобы вам подписали конкретную бумагу, что в такой-то период времени у вас будут совершены вот такие-то договоренности. А если их не будет совершено, ну значит в противном случае будут идти штрафные санкции. Если вдруг вы, уважаемые дорогие мои подписчики, попали в какую-то такую ситуацию, не знаете как из нее выйти, приходите ко мне на бесплатную диагностику, посмотрим, чем я смогу быть для вас полезен. А также очень вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Сделать это можно, перейдя по ссылке, закрепленной в комментариях под этим видео. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезно, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом!